Без него этот баланс в игре команды просто нельзя было представить. Сейчас Исмаил Бенассер, в прошлом футболист Кэмпли, который прошел разные школы, футбольные, итальянские, то он выходит. Пятый номер это Фаде Балу Туре. Игрок, которого мы мало видели в этом сезоне. Фаде Балу Туре поиграл за Лили, поиграл за Монако. Но это не значит, что он меньше другим. Десять матчей, пять матчей в стартовом составе. Это не мог играть. Нантос играл Балу Туре. Ну а улыбаются здесь постоянно. Но Фаде Балу Туре меньше других может быть сыграл, зато веселее других отбранных. Выходит получать свою медаль. На поле. Ну и обязательно за тропию. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Там еще, по-моему, дети есть. И все это тянется. Это настоящая миланская традиция. И традиция живая. Шуниор Месец. Шуниор Месец. И все это настоящие приключения, как хоббит в Милане. Не знаю, вернется ли он обратно в свой кротонский шер или не вернется. Ну, наверное, вернется. Но это будет послезавтра, через неделю. А сейчас Шуниор Месец, полноправный чемпион Италии. Важный игрок команды, который, как правило, заменовал как-то в старте на правом фланге. И вы помните, даже гол его отменен. Если бы не отменяй, Милан по во втором группе вообще ни одного матча не проиграл. Это был мяч ворота специи. Такое странное поражение. Судейское во многом. Сейчас об этом узнаем. Рады Кронич. Икроп, который, по его признанию, как-то теряет уверенность, когда ему приходится с поворотом бить. Но Рады Кронич не теряет уверенность, когда ему удается задание тренера. Он должен выполнить работу. Сегодня Рады Кронич был без подоли. В первом тайме отбирал все вичи. И он тоже становится чемпионом. Тоже путь, тоже путь, что и винацер. Они пришли из одной команды. И Стэмпели в Милан. И постепенно их встраивали. И казалось, что они конкуренты. Но вот у Стэмпела Пиоли нет конкурентов. У него есть единомышленные. В команде все они делают одно. Вообще дело не важно, кто как. О, где мой покойок. Здесь решил превзойти Златный Фрагирович. Вот так зажборил, глаза открыл, кажется, что Денис Ротман выходит. А на самом деле всего лишь Тимуэ Бокаёко. Почему всего лишь Тимуэ Бокаёко? На минуточку. Чемпион Франции из Монако. Тимуэ Бокаёко, чемпион Италии из Милана. У него самая большая сигара сегодня. У него самые длинные ноги. Он самый большой, высокий. Тимуэ Бокаёко. Тимуэ Бокаёко. Чемпион. И все это застает. Он вернется в Англию, скорее всего. Он вернется с Кофеем. Но и сегодня. Сегодня у него тоже праздник. Следом за ним тут нахождают футболисты в основной команде. Они все приехали. Попажут. Попажут. Его и все уже как-то. Нет, нужно еще педаль получить. Матео Габи. Матео Габи. Ему бы не повезло. Если бы не заиграл Пир Кобелю, наверное, играл бы Габи. Но. Составал. Вот как в таких случаях говорят. А то на тренировках работал так, чтобы у него прописал. Поэтому заслуги Габи здесь тоже большие. Каким все это знакомят. В последнем выйдет вратарь Миранте. Вратарь, который, ну, где только не играл. Не играл. Салимайкер пока появится. Миранте мы еще дойдем. Миранте. Его поразительная история. История войск. Алексей Салимайкерс. Он сказал, когда я приходил в Милан, и если бы мне тогда сказали, что мы будем за два года чемпионом Италии, я бы сказал, что это какой-то фо. За меня обманут. Ну, и случилось. И Алексей Салимайкерс. Алексей Салимайкерс не пил, что с ним сделал. Он в этом участке. И он сегодня. Ну, здесь вместе с командой, да. Пустите. Тут уже надо пугать Алексея Салимайкерс. Хороший сезон у него. Даже когда не было наставок. Франк Кизье. И он сегодня получит свою медаль. Франк Кизье. Он забивал и забивал. Он был пенальтистом команды. Франк Кизье делал все-таки лучшим ее игроком долгое время. Когда Тинули мне говорили, что он пришел за талантом. И постепенно, постепенно становился такой фигурой. И вот объявили, что он уйдет. И Франк Кизье в этом все были уверены. Говорит, что его начнут к степенному вести по стартовому составу. А Биуле сказал. Ферсионал. И он останется его сделать. Сегодня он ее сделал. В прошлом матче. Во всех матчах сделал. Франк Кизье чемпионат Айталии. Уже чемпионство. Франк Кизье. И вот он Миранде. Я говорил о нем Миранде. В каких только командах он не был. И в Роме. И в Санторе. В парке. В Олоне. И в Вене. В Вене. В Вене живых. Там, где мы туда и в Вене спрятали, и в Вене. И вот его первый. Тихо. 38 лет. Антонио Миранде. И он выходит и получил свои награды. Третий вратарь. Но такие вратарьи обычно очень важны. И для раздевалки вы сможете других вратарей. И Антонио Миранде чемпион Италии. Тоже с Миланом. А вот сейчас. Трибоны. Болельщики должны встать. Потому что это Стефано Пиоли. Стефано Пиоли, который сделал этот Милан чемпионом. Стефано Пиоли. Тренер чемпионского Милана. Тренер, который три года вел свою команду. Вел, вел. И казалось, что они всегда будут... У Ли улыбнулся, Фредерик Монтара. Улыбнулся спортивный директор, который казалось, не может улыбаться. Но нельзя не улыбаться. И вот они для чего подготовили бутылки, чтобы скупать своего тренера. Но он к этому был готов. Он сейчас все готов. Потому что он... Он это сделал. Он добился этого. Стефано Пиоли. Человек, который сегодня получает заслуженное признание. Долгожданное признание. Стефано Пиоли. И он кричит болельщикам. Да, это сделал. Он спускается к своей команде. Но и капитан. Капитан, который поимет сегодня этот трофей. Капитан, который перестал быть основным игроком. Капитан, который может быть команду покидает. Олесио Романьоли. Уже есть претенденты. Уже есть разговоры. Лацио. Не Лацио. Это будет после. Сегодня Олесио Романьоли... Сегодня Олесио Романьоли поднимет кубок. Если такой будет его последняя страница в Милане, то это страница радостная, триумфальная, праздничная страница. Романьоли. Он поднимается. Вот его медаль. И вот его трофей. И он уже готов. И он уже взял этот кубок. И он спускается к своей команде. И они выходят ему навстречу. Они все уже уже его подняли. Он идет к ним и поднимает. И Милан. И Милан. Официально, точно, наверняка, конечно, чемпион Италии. Браво, Милан. Браво, Стефано Пиоли. Браво, команда. Послуженное чемпионство, с которым мы Миланы поздравляем. И кубок в их руках. И дальше, дальше, дальше уже нет никакого протокола. Дальше уже начинаются танцы народов мира. Вот они, Миланские. Ребята, повезут сегодня. Это трофей Зойгород. Ну, а Стефано Пиоли, искупавшийся от славы, снова уходит работа. Его ждет следующий сезон. Он сегодня может празднуть. Он будет праздывать. Может быть, он любимый передаст, даже свой паспорт. Может быть, сделает еще что-то. Но завтра он проснется, поедет. Может быть, судами нет. И уже начнет готовить команду следующего сезона. А они вот. Они его игроки. И они сегодня празднуют свою победу. Ну, и на этот, друзья, я Станислав Минин откладываю. Прорываю дозволенные речи. Биланс чемпион самового болельщиков с победой. И до новых встреч в эфире. Смотрите Италию. Пока.